ребята всех приветствую подъехали на объекте разложили инструмент поднялись на пятый этаж ручной лифта нет музычка для хорошего настроения пошлите знакомиться с нашим балконом у нас вот такой балкончик балкон здесь соответственно и остекляли не мы крышу делали не мы у нас пятый этаж здесь ответе доска какая-то идет не строганая обычная доска так сняли остекление все полностью вот так она смотрится без окон все створочки все поснимали смотрите у нас здесь фарнитура смотрите какого цвета чтобы понимали вот так как ближе будет короче вся ржавая она или в воде стояла или не знаю где смотрите вся просто ужасно смотрите все петли такие ужасно этот завод вот такой делает соответственно некачественный завод все делает плюс еще некачественные мастера это все собирают смотрите отлив как зарезаны а вроде как угол под 90 но нету угла здесь под 90 вот так вот зареза здесь вот такая вот дыра за качестве конечно это не нравится с этой стороны с этой стороны тоже аналогично помогу соответственно ну вот так вот ребятки не умеют это все как говорится завязать там смотрите чё у нас творится за резан и зарезанный на герметизирован короче ужасно все смотрится конечно как на любителя короче сейчас снимаем этот весь здесь у нас утеплитель какой-то лежит не знаю сейчас будем снимать будем смотреть что там за тренин какая-то заказчик говорит о что там лежит к утеплитель минерального так разобрали потолочек вот так вот здесь у нас был утеплитель такой минеральный латер я вам не успел показать потому что доски мы открутили здесь было четыре доски и она получается падала сюда на голову это все дело никуда не прикручивалась ни на чем не держалась здесь и шумоизоляция заказчица ключа денег потратила на шумоизоляцию вроде все хорошо должно было быть но где-то будет подтекать зимой однозначно потому что никакие стыки ничего не герметизировала снаружи не кровельные саморезы не стыки это качество видела наш ролик и говорит ребята давайте переделаем потому что будет что-то конденсата во первых не было не знаю как там утеплили не видела и соответственно чтобы зимой когда шапка льда будет чтоб через волны водичка не жало мы приезжаем это все сейчас будем выбирать снимать металлический каркас варить потому что видите доска какая доска уже в грибке вся идет третий или второй сорт какой-то этой доски где он ее взял соответственно она где-то валялась на улице промокла вся и соответственно сюда ее кинули вот таким вот образом все люди делают и деньги грузают убрали эту крышу часа три нам потребовалось на этот демонтаж все зачистили все убрали все стекла поснимали короче сейчас будем варить фермы 6 у нас металлических углов заказчица захотела суда на 3 балкон у нас 33 30 вроде или 340 ну короче 6 угол я считаю что сильно много да потому что у нас еще боковые вы видите есть есть бы 4 было бы достаточно ну закажется по стоечкам 1 2 3 4 и боковые 56 ну за качество хотела боковые чтобы не нагружать вот эти вот ой туда еще поставить угол тоже металлический короче смотрите сейчас будем варить фермы а 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 ребятки наредились для вас подели гупостку будем сема сейчас до вас видосик как мы это все монтируем мы уже соответственно там металлические фермы сделали сейчас будем обрешетку прикручивать смотрите за нами вот с таким вот камера на голове ходит так установили 6 металлических углов весь угол 2 3 4 5 6 у нас ливень пошел дождь пошел не успели мы крышу накрыть у нас открыты половина балкона перекрывает крышей все равно сюда капает на сегодня дольше не передавали ну вот работаем говорится не расстраиваемся так подают мне сейчас доску одну прикрутили берем теперь вторую у нас здесь вот отметочка эти карандашом отметили 22 сантиметра это у нас за осекление у нас будет и там человек смотрит сидит стоит то есть чтобы у нас там все идеально было по плоскости давай ну четко до рулеточку подачи пожалуйста чтобы у нас вот здесь это расстояние было одинаково между доской берем рулеточку замеряем здесь восемь здесь ответе на краю здесь 5 и 5 подвигаем делаем всем с половиной и здесь у нас всем ну плюс-минус всем и два получается все берем теперь саморезик и так уберем и крутим прикрутили и с этой стороны крутим отлично подает лист один первый принимаем шумоизоляция у нас здесь пенофол самоклеющий куба вкладываем его не кирюх надо надо 2 ли сразу же накладываем наверх вот отлично вообще то что надо вот это положили второй лист сверху эти как все чётенько у нас теперь сейчас мы по краю выравниваем это все дело короче лазим вот такая высота очень большая ну чё давайте мы с вами прыгнем как говорится у меня есть парашют сейчас я вам покажу как мы прыгаем ну чё отрывается вот эти от руки и начинаем мы лететь с парашютом я думаю с инструктором смотрите как мы это все делаем будьте а без конечной хотя лишь от того ура да четко получилось вообще прыгнули с парашюта приземлились вообще супер теперь ладно переносим ся на крышу будем делать крышу хватит юмор юмором пошутили работать дальше надо прикрутили мы лист вот так кровельными саморезами все прикрутили все аккуратненько смотрится видите кровельные саморезы в принципе можно вот так вот оставлять здесь вот есть резиночка специально видите сейчас мягенько она придавливается аккуратно вот здесь вокруг самореза и водичка через резину пройти не может и она по меньшему сопротивлению уходит вниз но обратно эта резинка она может прослужить там лет 5 например до потрескаться и под этот саморез может водичка затекать соответственно можно оставить вот такой твит красивый до с кровельными саморезами не герметизировать но мы всегда для своих заказчиков стараемся делать так чтобы они с этой крышей все дожили нас вспоминали добрым словом вот этот герметиком возьмем это все промажем кровельные саморезы пускай здесь как говорится не сильно вид будет красивый но зато будет результат вечный как говорится сейчас будем примыкание бурить по задней стене его герметизировать и заодно прогерметизируем саморезы кровельные да и вот он оставляем три волны здесь перехлёст да и перехлёст будем тоже герметизировать смотрите еще у нас будет получаться так прикрутили вот видите кровельными саморезами чтобы у нас примыкание да чтоб она у нас вниз не сходила руки освободить и теперь бурим его соответственно на или берем бур пятерочку и прибурим его чтобы он плотнее это усико прижималась кирпичу так пробурили отверстие теперь берем вот такой вот ноги по кирпичу по бетону это все за эти как примыкание у нас четко прижалась кирпичу да идеально она его вот видите здесь более-менее так по 90 здесь она его вытягивать наверх здесь вот герметиком так вот пройдемся и водичка если не дай бог отсюда будет снег тут налить вот здесь будет бежать то она на герметик вот сюда от на примыкание и пошел по вам круто теперь смотрите берем вот это на гелясе набурили здесь видите у нас такая пыльца здесь образовалась но чтобы герметиком соответственно по пыли здесь это все не мазать берем вот такую ветра дурочку это все сдувает так сказать обеспыливаем это все дело так берем теперь ведро герметика и как говорится кто там любит писать нам он бесплатно достается нам герметик бесплатно не достается мы просто а как тут неудобно и вот так вот это все примыкание промаза так все мажем аккуратненько не спеша у нас все примыкание и на геля вот эти все были герметики все полностью так промазу у нас когда снега сюда наметет и начнет потаивать через это примыкание водичка не бежала здесь так здесь вряд ли много снега тут наметет но горится лучше перестраховаться так-то все мажем не жалеем герметика так все намазали спать спокойно что здесь никогда ничего не потечет и и так вот берем кровельные саморезы и так вот это все промазу так у нас эта резиночка она у нас не пересыхала не трескалась всегда держала водичку вот эта резинка она теперь защищена от солнышка трескаться не будет кому не нравится ребята как говорится можете заказать у нас крышу мы так герметиком промазывать не будем этому это чисто мы от себя это все делаем потому что обезопасить нашего заказчика кто захочет чтобы типа колхоз этого не делали мы можем и не делать это не принципиально но мы советуем конечно делать так если через пять-шесть лет потечет придется вам альпиниста вызывать не нас уже альпиниста уже придется вам вызывать и это все замазывать и альпинисту так приедут дай бог чтоб они приехали с нормальным герметиком это все он здесь качественно все промазали а то приедут с баллончиком купят флюра мерлен в пистолете приедут самым до дармовым там силиконом там эксон или еще какая-то ерунда вам промажут немножечко и все вроде сразу не течет а потом может и потечь вот таким вот результатом работы так промазали мы примыкание все у нас четко смотрится даже вот эти швы кирпичный тоже промазываем хоть здесь у нас и крыша видите пол крыши балкона перекрывает здесь вода не бежит может снег сюда намести ну так как показывает практика на заднюю стену прямо аж сюда снег не метется да он где-то здесь вот наметается по задней стене здесь у вас но глыб льда и снега соответственно никогда нету как показала уже практика но обезопасим себя заказчик спал спокойно то что у него по задней стене ничего не потечет теперь берем герметик куда-то все герметизируем стыки ответе у нас от на три волны будет перехлёст эти здесь раньше лежала три листа натянули его аккуратненько у нас 5 листов на три волны перехлёст и вот этот герметик вот этот герметик сейчас мы лист укладываю на него он между собой склеивается мы еще саморезами это все прикручиваем и он на солнышке постоит склеится два листа и когда здесь снеговая шапка будет лежать в водичка соответственно не передавит этот герметик склеившиеся два листа до сюда через волны никогда в жизни она не перейдет она уйдет туда вниз да и все так наносим герметик между листами все кровельные саморезы он загерметизировали примыкание загерметизировали видно вот так вот герметика не жалеем заказчица у нас давно спать спокойно что никогда у нее здесь ничего не потечет это круша антивандально можно ее так назвать потому что металл идет 0 45 но может 0 45 продают 0 4 нах кирилл 0 4 он он по факту но здесь вот сделано в два слоя соответственно 0 8 металл это реально я не знаю что с ним надо сделать чтобы вот там или согнуть или пробить но его невозможно наверно это надо специально ломом долбить здесь в одну точку до чтобы его пробить но это надо быть идиоту конченому здесь это все тут снег это чисти да и ломом это все долбить здесь именно в одно место на фос подаю третий лист берем его вот так и укладываем опа подожди подожди не они там неудобно конечно очень здесь на этих крышах лазить кто знает как эти крыши делать соответственно они меня поймут стопотов с тебя сходит давай кирилл вперед подожди подать давай пихай все все давай следующий лист потом будем этот выравнивать все вот так вот это все приходит у нас сейчас следующий лист и еще 2 сверху кидаем кирилл еще подает мне второй лист антивандальный будем его так назвать закидываем его очень неудобно все пихай кирилл так кирилл пихает тот край мне самое главное надо выровнять все было идеально идеально так где ферма металлическая чтобы я саморезом ну вот дальняя от меня а еще один ближе ко мне вода все вижу теперь вот сюда мы начинаем крутить четко тебя захватываем одним саморезиком давай рулетку у нас везде выступ за остекление заказчица попросила побольше сделать вот меньше водичка забегала у нас от по бокам по 27 28 сантиметров будут вылет вот здесь у нас от 22 и плюс волна у нас еще будет перекрывать там 5 5 6 сантиметров здесь мы от рамы от рамы в два слоя в листы вот у нас должно быть 28 здесь 28 и 6 соответственно этот участок этот край мы должны его потянуть чтобы у нас было здесь 28 было четко здесь у 28 и 2 так прибурили второе примыкание вот она у нас примыкание пошло очень удобно конечно здесь лазить потому что эта крыша она мешает ответь их крыша дома основная он солнышко в лицо получите берем это дурочку так как мы его прибыли у нас вот пыль все сдули берем герметик начинаем ту же самую песню как и с предыдущими листами все герметизируем так ребята показывает снизу вот так вот у нас смотрится все четыре доски на 220 на 100 шумоизоляция пенофолом она служит и от конденсата и соответственно шумоизоляция проклеена и верхняя нижняя волна намного тише плюс два листа у нас вы видели да по ролику соответственно как мы нижний слой суда засовывали шумоизоляция сверху еще один лист накладывали сверху чтобы у нас вот этот козырек верхний был антивандальный чтобы его никогда не согнуло и ну и соответственно не пробило короче вот так смотрится у нас крыша ручь идеально все зашил у нас боковые зашил у нас боковые вот так все смотрятся все аккуратненько смотрится все загибы выйти без уголочка панель сюда по 90 градусов загнули все узлы примыкания четки короче сейчас будем утеплять пеноплексом 50 потолочек чтобы она здесь точно у нас конденсата никакого не было и сверху 10 под вот этими направляющими да еще прикрутим пенофол чтобы у нас типа как пара изоляция будет служить потом будет воздушная камера потом будет пеноплекс и между пеноплексом пеноплексом доска и потом еще раз пенофол ну короче конденсировать крыша однозначно не будет потому что одну ей нет туда пары точно теплый воздух туда точно не доберется до этой крыши как-то так смотрите чем я вам сейчас еще покажу вид сверху и покажу еще как мы утеплили этот весь потолочек пеноплексом утеплили потолочек пеноплексом 50 и верхние верхние получается металл который в треугольнике идет скатный металл мы его тоже обязательно запениваем так 50 и все аккуратно все полностью в круговую чтобы у нас теплый воздух туда не говорится не проходила чтобы не собирался на металле у нас конденсат сюда вниз как говорится не капал вот такой вот результате все четенько сейчас мы пенофолом здесь еще пароизоляцию нас пенофол получается самоклеящий на листах идет как шумоизоляция у нас пеноплекс 50 и сейчас вот этот металл на уголочке мы прикручиваем еще пенофол ну пускай будет для пароизоляции чтобы у нас меньше конденсирования вот этот вот этот металл но у нас здесь стекла однокамерный соответственно пока это все будет потолок конденсировать у нас быстрее окна будет конденсировать чем наш потолок как-то так так ребятки натянули потолочек вот так пенофольчиком пароизоляция такая дополнительная еще сделали чтобы у нас пары все оставались здесь и не проходили в основном было там утеплитель обрешетка вы видели еще самоклеющий пенофол со под каждой волной под нижней под верхней это 20 шумоизоляция сейчас вам покажу с этой стороны вид еще вот так все смотрится здесь еще потом накидают сюда рейки 20 на 40 до когда будет будущем делать потолок и этот еще пенофольчик это все притянется потому что на данный момент вот так вот это все сделать сейчас сейчас я вам покажу как у нас там снаружи это все смотрится окошко вам покажу вот смотрите какой результат у нас получился все прогерметизировано полностью все примыкания вся крыша чётенько ровненько все саморезы крови вообще круто смотрится вот такая должна быть крыша никак по-другому и делать нельзя эта крыша у нас идет антивандальная за качество попросила ее сделать в два слоя первый слой на шумоизоляция второй слой мы просто накидывали у нас в общей сложности как на рынке говорят 045 металл но типа 0 9 да ну возьмем то погрешности но 4 миллиметра у нас там будет металл но 08 крыша это точно у нас будет если там будет ломом и и стучать бить снег там убирать с нее но ее будет очень сложно пробить это надо в одну точку просто долбить ломом и чтобы там ее как как-то повредить но такой металл 0 8 попробуйте вы и повредить ручь ребята кому понравилась данная крыша ставьте лайки подписывайтесь на канальчик кто хочет себе точно такие крыши звоните поедем прочитаем все сделаем лучшем виде пока